Еще хотите вам скажу, один кое-что заметил? Берите больше приезжих. У них синдром выживания сильный. Синдром выживания сильный. Представляете? Я начинаю внимание обратить на это. Берите много приезжих, которые из разных районов, селах, из разных приезжих. У них сильный синдром выживания. Ему нужно обеспечить семью. У него мало друзей вокруг. Он туда меньше будет ходить по свадьбам туда-сюда. Меньше отпрашиваться будет. Синдром выживания очень сильный у них. Да. Он приехал сюда ради чего? Ради хорошей жизни. Согласны? Он не приехал здесь просто гулять там. Он ради хорошей жизни приехал. И он пашет. Я гарантию вам дам, что он пашет. Он больше и по-другому пашет, самый интересный. Я понял, какие-то категории люди классно работают. Это действительно видно. Вот. Пойдемте дальше. Четыре способа финансовой мотивации. Первый способ – это оклад. Когда мы даем просто фиксированную зарплату. Это работает? Нет. Он не очень хорошо работает. Он не работает. Второе – это оклад плюс проценты. Очень многие места используют вот эту модель. Оклад и что? И проценты. Оклад и проценты. Это хорошо работает. Дальний момент – это практикуется у многих. У кого из вас сейчас так? Есть какой-то стандартный оклад, остальные проценты. Согласны? А есть четвертый оклад. Третий – плавающий оклад. То есть оклад, но он зависит от прибыла. Прибыль больше – ты зарплату получаешь больше. Прибыль меньше – ты зарплату получаешь меньше. То есть она привязана к прибыли компании. А бывает вот такое. Плавающий оклад, плавающий процент и плавающая премия. Самый сильный работает вот это. Плавающий оклад. А? Да. Плавающий оклад. То есть мы говорим команду, что ребята, энный процент доход компании войдет вам в фиксирование ваших доходов. А плавающий процент индивидуально привязан к каждому сотруднику. Повторяю. Плавающий оклад пойдет всем сотрудникам, как групповая мотивация. А плавающий процент идет каждому человеку индивидуально. От его работы. Например. Это же несправливо, если это спал или это пахал. Одинаково платить им. Поэтому проценты получают от своего индивидуального подхода. То есть получается, что у него индивидуальный подход. А вот премия. Премия отдельно. А кто, например, он? Он 10 месяцев подряд выполняет план. Он получает премию. Он не выполняет план. Он не получает. Кто мне понял? Ну-ка поправьте друг друга это объяснить. Потому что это такой тонкий момент. А почему? Вы мне понял, почему плавающий оклад? Сейчас, сейчас расскажу. Сейчас, стоп, стоп. Я лучше расскажу, потом лучше поймете. Внимание. Настроение хорошее? Вот. Ну-ка, правую руку поднимаем. Нашли его? Молодцы. Я здесь. Поехали. Внимание. Отлично. Это фокус внимания. Внимание. Пожалуйста, внимание. Я хочу вам одну очень-очень важную вещь сказать. Это помогло мне много. Мои компании резко поднимали на хороший уровень. Был у меня момент, когда смотрю, я смотрю, от чистого прибыла, когда я начал анализировать. Хотя мы всегда министруем все административные расходы и так далее, и так далее. Я начну смотреть чистый прибыль, который я получаю и так далее. Потом я анализировал. От чистого прибыла моей компании, сумма, которая идет на фон оплаты труда, это составляло почти 72%. Ну, не, соотношение прибыла. То есть, итоги прибыль, когда осталось, я сравниваю. От чистого прибыла, она составляет вот такой процент. Я думал, 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 думал. Это очень много. В Советской Союзе она составляла 26%. В Советской Союзе очень была сильная система, ребята. Любая организация, которая внедрялась, любой компания, которая была организацией в Советском Союзе, это было такое правило. 26%. Еще было 4% в Советском Союзе, который использовался как в виде премии. Итого. Итого все вместе сколько? 30%. Это придумал Советский Союз. Не я. Когда я это узнал, что в Советском Союзе был такой модел, и эта модель была, оказывается, один из самых лучших, эффективных моделей. Классный модель же, эффективный. Я начал прийти к такому моделу. Вот, 100% зарабатываем. Я свою команду сказал так. 100% зарабатываем. Чистый прибыль. 10% идет на резервный фонд. Потому что компания должен иметь резервный фонд для своего развития. 30% идет для самого компания для развития. Компания должен расширяться, развиваться. 30% буду брать я, как акционер. 30% сами последние будете брать вы, команда. Заработали 10 рублей. 3 рубля идет. 10 рублей идет резервный фонд. 30 рублей идет к кому? Для развития компании. 30 рублей идет, как акционер. Я же тоже рискую, вкладываю деньги, работаю для вас. А 30% пусть будет команда. Теперь внимание обратите. Это партнерство? Да. Это партнерство. Я получаю столько, столько и вы. Но у меня есть огромная ответственность. У вас его нет. У меня есть большой риск, у тебя нет. Так что вот такое. И тогда вот этот 30% мы разделили. Это разделили. Дальний момент, несколько моих компаний. Дальний момент, несколько моих компаний. Получается, что вот этот 30%, когда выделяется, я почитал фонд оплаты труда. Почитал их фиксированные и применчивые. Я смотрю, некоторые мои компании, это составляет 18% сейчас. Дальний момент. То есть 30%, вы видели, 18%. А некоторые составляют 24%. Сейчас что делаю я? Сейчас, в дальний момент, что делаю я? Я это сейчас уберу. Я это уберу, чтобы у вас в голове не запуталось. И я рекомендую вам, пожалуйста, попробуйте вот эту модель использовать. Я сейчас делаю вот так. Компания, которая у меня 18% получается, то есть все идет на его зарплату и так далее. У меня останется резервность сколько получается? До 30? 12%. Это 12% как я использую? Как я его использую? 6% из них я даю как премии и так далее, и так далее. Например, на Новый год, на Байрам-Курбан, на его день рождения и так далее, и так далее, и так далее. Индивидуально как премия даю. Вот так. И еще отсюда 4% я даю как получается, не-не-не, иногда бывает, что у человека какой-то похорон или что-то такое-такое-такое. Это как премия, это как помощь. Это как помощь. А еще 2% используем как организовать для команды что-то. Для команды тимбилдинг, для команды что-то и так далее, и так далее. Кто понял? Вот так, для команды что-то делать. И вот это так я начал делать, это работает. Это что происходит получается? Плавающий оклад плюс проценты. То есть получается что? Больше процентов осталось, они больше получают. Еще премия получают. Итоги выходят вот такая картина. Вот эта картина итоги получается. Я говорю, ребята, будем зарабатывать больше? Больше получите все. Будем зарабатывать меньше? Будьте получать меньше. Ребята, прозрачность сейчас имеет большая сила. Так? А когда команда видит, они по-другому работают. Дайте им, как владелец, возможность посмотреть расходы, возможность контролировать. И делитесь с ними. Скажите, ребята, я заберу вот это. В конце концов, 30% на развитие компании. Компания кому останется? Кто собственник там? Вы? Кто теперь меня хорошо понял? И самое интересное. Это намного круто работает. Я это понял в Чингисхане. Он говорил, одну третью часть полководству, одну третью часть солдату, одну третью часть мне. Он так делал. Самое интересное. Он же нигде не учился, да, как менеджмент, как мы с вами. И эта модель работала у него. Это же было по территории один из самых крупных государств. Согласны? Я это у него увидел. Он так мотивация внедрял в связи с своих солдатами. Одну третью часть солдат, одну третью часть полководства, одну треть часть Чингисхана. Круто придуманный механизм. Круто. Я целый думал, ага, как это могут работать в бизнесе? Это же мотивация. Скажите, пожалуйста, когда человек вот это видит, что он начинает прийти к какому пониманию? 30% для развития, потому что компания станет больше, и он больше зарабатывает. И ты больше зарабатываешь. Возможности. Потому что когда наоборот компания будет 100 тысяч долларов, одно прибыль, правильно? Доход-то от прибыли. А когда наоборот компания миллион долларов? Совсем другой прибыль. Это 30% будет другой прибыль. Поэтому мой совет к вам. Постарайтесь, что, пожалуйста, плавающий оклад, плавающий вот это, видите, вот этот плавающий оклад. Больше заработать было 18-17%. Тогда у вас вот эта модель идеально работает. Кто хорошо понял? Пожалуйста, попробуйте, когда придете к себе домой, придите к этому моделу. Он сильно работает. Команду прозрачно, говорите. В этот месяц мы заработали, ребята, 50 тысяч. Мы его делим так. Вот это 30% такой-такой. И это там. А потом начинайте давать индивидуально. Это плавающий оклад. Идет. От дохода, от прибыли компания. Процент индивидуально привязан. Он делал больше, чуть больше. Делал меньше, чуть меньше. На индивидуальной мотивации. Посмотрите, здесь одновременно что идет. Групповая мотивация, индивидуальная мотивация. А это идет. Понятно, мы же понимаем, что всем сотрудникам даем на Новый год. Вы же не можете на Новый год кому-то больше, потом отменьше давать. Или по Ирам Курбане кому-то. Любимчиков выделить не надо. Кто мне понял? Можно вопрос? Да. Вот это 30% команда. Команда кому? Например, руководителям? Это есть фонда прототруда. Нет, я имею в виду тем, которые в офисе работают. Это всем. Всем. Вся его зарплата, все-все, не должно больше это быть. И руководители? Все, все, все. И в том числе вы, если там работаете, вы тоже. У вас есть зарплата? Да. Тоже в том числе вы. И это правило должно потихонечку оставаться в компании, что если вы ушли, кто-то другой управляет компанией, пусть он получает это. Кто понял? Привязывайте вот этот процент. Послушайте, пожалуйста, внимание. Вот этот процент привязывайте. Два момента есть. Как это можно привязывать? Его можно привязывать от оклада этого человека. Плава же оклад же. Например, если я план выполнял, я могу получать 2,5%. или 5% от своего оклада. Оклад больше, я больше получаю. А мой оклад косвенно откуда станет больше? Если прибыль больше. Кто понял? Смотрите. Смотрите. Два момента для индивидуальной мотивации. Как это можно делать? Внимание. Например. Компания заработала 100 тысяч долларов. Сколько уйдет на персонал? Фонд оплаты? 30 тысяч долларов. Вот теперь внимание обратите. 30 тысяч долларов ушло туда. Оттуда мое личное. Получается, что если моя зарплата, скажем, что тысяча долларов. Сейчас попал на меня тысяча долларов. Если здесь будут, скажем, 150, у меня больше попадает. Ну, например. Если больше будет прибыль, соответственно, больше у меня будет вот это. Оклад плавающий, он привязан к этому. Прибыль больше, оклад больше. А теперь от этого оклада привязывайте процент. Человеку. План выполнен. План выполнен. Получает дополнительно вот такой. 2%, 3%, 5% и так далее. От оклада. Можно делать от оклада. Потому что она сама и так, и так плавающая. Можно этот процент привязывать к плану работы. Можно так, можно как к API. Я делаю это сюда. Привязываю. Мне проще читать. Проще читать. 3% от зарплата. Будет зарплата, вот это мой плавающий оклад больше. Больше получает. Меньше будет, меньше получает. А премия, понятно, она многим одинаково идет. Много одинаково идет. Но в каком плане много одинаково? То есть всем сотрудникам даем премию на Новый год. Или Байрам-Курбан. Или по какой-то там ситуации. Бывает в жизни. Кто-то родных ушел и так далее. Вот в таком подходе. Вот так работает. Ну-ка по два человека друг друга объясните. Пожалуйста, запомните. Это очень-очень важно осознать. Мы говорили с вами. Пожалуйста, внимание. Компания прибыль сколько получал. То есть получается, что тот модель, который мы раньше говорили, мы вообще компания используем. Мы сначала минусуем себестоимости. Обычно же так. Потом минусуем административные расходы, маркетинговые расходы. Потом минусуем административный расход, постоянные расходы. Туда был фонд оплаты труда. Так? Обычно же мы так делали. А эта модель, которую я сейчас вам говорю, фонд не минусуете. Вы минусуете амортизацию, минусуете налоги. И в самом конце начинаю говорить, ребята, вот она, сколько мы заработали. У нас есть сколько? Кусок хлеба. Все кроме фото. Теперь вы не поняли? А вот от этого 30% идет, то есть 10% резервный фо. 30% пожалуйста оставим в развитии. 30% акционера. Может быть один, может быть два, может быть три акционера. А 30% идет туда. И из этого 30%, пожалуйста, 18% берите как плавающий оклад и раскидайте все. 12% оставьте, пожалуйста, по этому моделу 6% для, как мы сказали здесь с вами, вот она. 6% для премии и так далее, 4% для каких-то там случаев жизни и так далее, и так далее. И 2% того, чтобы стабильно давали всем как-то в виде премии и так далее.